Потом, конечно, я не могу не назвать Мишеля Порталя, который был, сам участвовал, не могу не сказать, знаменитый легенда просто джазовая, Жан-Люк Понти, скрипач, ему уже 70 лет, и он тоже привез пьесу, которую сочинил, для того, чтобы мы дуэтом исполнили. И вот эти четыре подарка, это самые большие подарки, но есть еще и человеческие невероятные вещи. Вышел на сцену мой друг, он же мощно поддерживает камерный оркестр уже много лет, мы очень дружим с ним, вот он достаточно известный человек, хотя он не любит, так сказать, анонсировать себя, мы его мало видим, но он очень крупный, у него крупнейшая компания, не в этом дело. Он выходит на сцену, успел прилететь из Давоса на второе отделение, прилетел, вышел на сцену и опять меня удивил. Потрясающе. Он говорит, а вот я хочу, наша компания, мы сотрудничаем, столько лет уже все, учредила такой грант башмета. Ведь симфонический оркестр юношеский, впервые, всероссийский, в течение года отбирали талантливых детей, 78 человек победителей, всех их собрали и уже в Сочи сыграли, дали концерт. Есть школа моего имени в Новокуйбышевске, есть академия детская, которая объединяет разрушившийся Советский Союз в этом смысле, объединяет все наши связи. У нас есть и Белоруссия, и Украина, и Грузия, и Прибалтика. Все равно все это сохраняется и есть. Это Международная детская академия. Он говорит, тебя же этот вопрос интересует, волнует, я же вижу. Так вот, мы решили, теперь будет грант башмета, а ты будешь решать раз в году. Кому? Будешь, значит, я говорю, только альтисту или можно еще, он говорит, это ты решаешь. Можешь художнику, можешь пианисту. А, кстати, говоря о пианисте, нет в планах сыграть с пока еще начинающим пианистом Владимиром Владимировичем Путиным? Потому что ведь есть такая манера общения, в частности, некоторые президенты, в том числе и Соединенных Штатов, любят играть с замечательными музыкантами. Учитывая, что Владимир Владимирович показывал первые опыты игры на пианино, не возникло у него желание что-нибудь попробовать сыграть вместе? То есть не обращался пока с этим предложением? Володя, я вот сейчас это учту, и когда мы встретимся в следующий раз, я спрошу. Могу выступить продюсером. Но вообще приходилось мне несколько раз играть... Вот я играл с Ичика, это, ну как сказать, она жена императора японского. Вот. А у нее прекрасные данные, хорошее звукоизвлечение. Она играет на рояле и на арфе. А мне когда-то Ростропович сказал, много лет назад, он так, попытаясь копировать его, он мне сказал... Старик, мое время уходит. Я думаю, почему его время уходит? Это вообще любимый мой, знаете, мы дружили очень. Говорит, а твое приходит. Говорит, почему? Почему? И тут он тут же пояснил. Я даю уроки этому велончелисту, он император. А его сын принц, альтист. Значит, я, значит, сначала с мамой сыграл, я вообще в нее влюбился. Ей было, кстати, это было давно, но ей тогда было 64 года. Она говорила, Юри... Она практически пела мое имя. Потом выяснилось, что это по-японски белая лилия. Юри. И она меня, значит, угощала. Потом мы с ней сыграли Лебедя с Инсанса. Значит, и я сначала очень нервничал. Думаю, а как сейчас будет мне... И думаю, ну, если я играл и не раз, и есть записи, если я играл с императором всей музыки, с Рихтером Святославом Теофиловичем, ну, императрица Японии, это все-таки более локальная какая-то... Ситуация... Я таким образом все-таки перестал думать о том, что кто эта персона. И опять вспомнил Рихтера, когда была первая репетиция, он сказал, я очень волновался, сердце стучит, вот здесь в горле, значит, бум-бум-бум. Я волнуюсь, он говорит, Юра, ну скажите, вы же играли это произведение, что-нибудь скажите. Я говорю, ну, как я буду говорить Святославу Теофиловичу? И он гениально ответил. Он сказал, Юра, послушайте меня. Тот, кто стоит, он солист. Потому что он-то сидел... Ну что же, передо мной стоит солист, передо мной стоит великий музыкант, человек, время которого пришло, и, надеюсь, не собирается уходить. Юрий Башнец.